Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Светлана Бычкова, филолог-японист, автор учебных пособий по японскому языку. Я преподаю японский язык с 2001 года и помогаю людям начать говорить и думать на японском языке. В этом видео вы узнаете, сколько примерно нужно знать японских слов, чтобы общаться на японском языке на бытовом уровне. Достаточно знать 500 японских слов, чтобы начать общаться. За сколько времени можно выучить 500 слов? Конечно, это зависит от человека. Можно за неделю выучить, а кто-то и за год не выучит. Если учить по 10 слов в день, то нужно 50 дней. Один выучит 10 слов за 10 минут, а другой человек целый день будет учить. Чуть позже я вам расскажу, сколько времени это займет у вас на моих тренингах. А пока давайте разберемся, что же это за слова. Какие группы слов нужно учить в этом случае? Это слова, необходимые для посещения врача, такие как «болит», «больной», «температура» и т.д. Далее прилагательные, указывающие на цвета, а также «горячий», «холодный», «жаркий», «быстрый», «важный», «правильный», «неправильный», «высокий», «низкий», «дорогой» и т.д. Затем наречия «везде», «негде», «вверху», «внизу», «во время», «всегда», «никогда», «конечно» и т.д. Затем глаголы «ехать», «идти», «стоять», «сидеть», «читать», «писать», «есть», «пить», «гулять». Далее слова, указывающие на членов семьи и родственников. Также местоимения «личные», «я», «он», «она», «они» и притяжательные «мой», «его», «её», «их». Далее «дни недели», «времена года», также нужно уметь называть даты «день», «месяц», «год». Далее «стороны света», «север», «запад», «юг», «восток». Затем «существительные» – название предметов, которые окружают нас в повседневной жизни. Ручка, сумка, книга, газета и т.д. Затем «продукты питания», название видов транспорта. И, конечно же, количественные числительные – один, два, три и т.д. И порядковые числительные – первый, второй, третий и т.д. Вот необходимый минимум слов, который нам нужен для путешествия в Японию. Давайте посмотрим, какие вещи нужно взять с собой, если вы собираетесь в Страну Восходящего Солнца. Первое. Паспорт. Паспото. Ксерокопия паспорта. Билет на самолет. Ко-ку-кен. Наличные деньги. Кэш-шу. 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 Долари. Дору. 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 Євра. Ю-ро. 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 Є-ни. Є-на. Н. Кредитная карта – кредит-то-кардо. Карта местности – чизу. Номером дома в Японии выступает его кадастровый номер, поэтому найти нужное место бывает крайне сложно. Если японец пригласил вас в гости, то он пришлет понятную схему проезда или встретит вас на ближайшей станции метро. Далее продолжаем изучать слова. Страховой полис – хокеншоушо. Лекарство – ксури. Телефон – кейтайдэнва. Также можно сказать смартфон на японском языке. Сма-то-фон. Сма-то-фон. Кстати, в японские телефоны встроена система экстренного оповещения нации. Когда происходит какой-то катаклизм, во всех телефонах срабатывает громкий звуковой сигнал, даже если звук был отключен, и появляется сообщение, поясняющее, что произошло и как себя вести. Итак, продолжаем изучать слова. Видеокамера или фотоаппарат. Камера. 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 Зарядное устройство. Джю-дэн-ки. 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 Ноутбук. Ното-пасокон. 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 Мишка. Компьютерная. Маус. 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 Флешка. Фращу-меморі. 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 Переходник. Адапта-прагу. 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 Косметика. Косметические товары. Кешоу-хин. 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 Контактные линзы. Контакто-рэнзу. 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 Ачки. Меганэ. 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 Сонце-защитные ачки. Санграсу. 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 Бритвенный станок. Хигесори. 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 Мыло. Сэккен. 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 Зубная паста. Хамигакико. 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 Зубная щетка. Хабраси. 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 Расческа. Щетка для волос. Хэабраси. 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 Одежда. Фуку. 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 Нижнее белье. Сьтаги. 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 Тапочки. Суриппа. 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 В Японии, кроме домашних тапочек, есть так называемые туалетные тапочки. При входе в туалет необходимо сменить домашние тапочки на туалетные. Это делается для того, чтобы не загрязнять другие части дома. Следующее слово. Капп. Чашка. Капп. Капп. Ложка. Спун. 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 Вилка. Фок. 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 Тарелка. Осара. 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 Зонт. Каса. 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 Зонт, защищающий от солнечных лучей. Хигаса. 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 Кстати, про зонты. На улицах Токио и в других крупных городах Японии можно найти специальные вазы или горшки с зонтиками. Они стоят там для того, чтобы в случае дождя прохожие могли взять зонтик и укрыться под ним, а когда дождь закончится, вернуть его на место. Это примерный список предметов, которые понадобятся вам в Японии. Его можно сократить или наоборот дополнить. Даже если вы еще не собираетесь в Японию, эти слова пригодятся вам и в обычном разговоре с японцем и даже при просмотре японских фильмов. Чтобы начать общаться с японцами, не так уж много и нужно знать хотя бы 500 японских слов, уметь говорить и понимать типичные фразы, чувствовать себя уверенно и позволять себе допускать ошибки. Ничего страшного в этом нет. Ну и, конечно же, сам японец или японка. Если вы собираетесь общаться с японцами, смотреть любимые японские фильмы, аниме или читать мангу, хотите отправиться в Японию жить или путешествовать, или вам просто нравится японская культура, вам просто необходимо понимать японский быт и знать японские слова и фразы на повседневные темы. Только представьте, что лично вам даст знание хотя бы 500 японских слов, как сильно это повлияет на достижение ваших целей, связанных с японским языком, насколько вы приблизитесь к своим мечтам, чувствуете, как жизнь заиграла яркими красками и появились новые возможности. Осталось сделать маленький шаг навстречу своей мечте. Совсем скоро вы наконец-то сможете записаться и участвовать в двухмесячной программе, где вы освоите целых 16 тем от японских праздников до знакомства. Мы будем говорить, запоминать слова, слушать и повторять диалоги на японском языке. И вы сможете овладеть японским за короткий срок и общаться на бытовые темы. Мы с вами выучим и разберем 500 слов, освоим 16 диалогов, и вы даже начнете думать на японском языке. Меня часто спрашивают, как мотивировать себя и ежедневно находить время для занятий, как найти время для изучения японского языка и как не лениться, как взять себя в руки и заниматься, как выучить японский быстро, легко и непринужденно при малом количестве свободного времени. Секрет прост. Эффективнее всего заниматься вместе с единомышленниками. На самом деле, единственная сложность – это сделать первый шаг. Все остальное – это вопрос эффективности методики обучения. И вот об этом мы с вами поговорим лично, онлайн. А если вы будете внимательно следить за нашей рассылкой и прочитаете два ближайших письма, то узнаете, когда и где мы встретимся. С вами была Светлана Бочкова. До следующей встречи.